коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной друзья также я напоминаю что полным ходом идет набор на базовый сценарный курс нашей сценарной мастерской уже какое-то количество заявок и оплату же прилетела места разлетаются поэтому если вы хотите присоединиться к нашей мастерской если вы хотите стать профессиональность профессиональным сценаристом если к этому времени к пятому дню нашего тренинга вы уже поняли что это ваше что вы хотите попробовать что вы хотите окунуться в это дело поглубже то запрыгивайте проходите по ссылке оплачивайте занимайте место и сентября ваша жизнь уже никогда не будет прежней это я вам гарантирую просто сто процентов так видите ли вы меня слышите ли вы меня я вижу домашки прилетают тоже все у нас идет все идет по плану все очень хорошо вчера друзья мои я был вынужден чуть раньше покинуть наш эфир я хоть я с самого начала говорил что я буду всегда каждый день работать до последнего вопроса но мне надо было просто убегать катать ребенка на коньках поэтому я ответил если вы задавали вопрос комментариях и не получили ответы во время эфира я потом вернулся и письменно ответил на вопросы если вдруг я проглядел какой-то ваш вопрос то есть вы можете вернуться посмотреть и я там вам ответы написал если вдруг я пропустил ваш вопрос то запомните его и в конце сегодняшнего урока мне его продублируйте я на все отвечу хорошо идем дальше сегодня сложная достаточно тема и и это одна из базовых тем которые помогают именно понять как вообще как вообще у нас тут все работает и домашнее задание сегодня тоже будет довольно большое объемное самое большое самое объемное за весь этот тренинг поэтому я вас прошу максимально освободить себя сегодня до конца дня и завтрашнее утро то есть я опять же примерно понимая как устроен устроена жизнь людей да я предполагаю что пятница скорее всего вторая половина дня так или иначе даже если вы работаете на работе то у вас уже есть свободное время до во всех компаниях обычно к пятнице немножечко да немножечко людей освобождают но и суббота утро тоже я исхожу из того что у вас будет свободно потому что в течение этих суток придется поработать очень хорошо но давайте мы сего мы вчера с вами говорили о сцене сегодня давайте поговорим что же все таки делает сцену сцены просто единство времени места и действия недостаточно сцену содержание сцены создает конфликт что такое конфликт дайте пожалуйста определение конфликта что такое конфликт в вашем понимании напишите в чате идейное противостояние столкновение интересов да вот две маргариты прям в одно слово написали столкновение противоположных интересов не совпадение нет не несовпадение вот петр пишет столкновение цели героя с целью другого героя и вытекающие из этого действия да вы все правильно пишите да прежде всего конфликт это столкновение на то есть один движется в одну сторону другой движется навстречу и персонажи сталкиваются то есть если нет столкновения то нет и конфликта если персонажи не пересекаются то нет и конфликта именно поэтому например у чапаева и полковника бороздина белогвардейца у них нет конфликта хотя эта история про то как красные сражаются с белыми но конфликта между ними нет потому что они не сталкиваются они не пересекаются и поэтому у чапаева конфликт как ни странно с фурмановым основной да с казалось бы у красного и красного а у полковника бороздина конфликт с его денщиком потому что они сталкиваются нет столкновения нет и конфликта конфликт должен быть между людьми сейчас я буду очень очень сильно все упрощать просто для того чтобы ну было понятно как на пальцах показать герой на чьей стороне симпатии автора тот на кого зрителю хочется быть похожими это протагонист здесь тоже это сразу надо оговориться потому что мой протагонист не всегда равен герою да скажем в том же чапаеве фурманов протагонист а герой чапаев да но может протагонист может и совпадать с героем но сейчас вам нам важно понимать да вот это протагонист а его противник антагонист есть фильмы в которых герой сражается со стихией или животным с вулканом с океаном с акулой с пожаром зомби с ураганом но как правило главным антагонистом все-таки становится какой-то человек да например в в челюстях мэр который там по какой-то по своим каким-то соображением скрывает информацию о том что акула начинает нападать на людей да либо вариант стихия начинает вести себя как человек то есть приобретает какие-то вполне человеческие черты становится такой антропоморфный такое тоже может быть и в каждой сцене конфликт должен быть разрешен либо под победил герой либо победили героя вообще по сути конфликт это разведка да то есть конфликт конфликт это выяснение кто из нас сильнее и в процессе конфликта проживания конфликта нам становится понятно а вот этот сейчас сильнее а сейчас вот это сильнее и вообще сцена это фильм в миниатюре помните мы с вами говорили на первом или на втором занятии я вам говорил о том что я много лет назад в 2008 году я вдруг ярко понял что сценарий это фрактал до что в нем каждая часть соответствует целому и сцена это как раз тот самый фрактал да это фильм в миниатюре в ней должна быть завязка кульминация и развязка и у каждого героя в каждой сцене есть своя цель которую он хочет достичь и самое сложное при написании сцены это придумать ее решение то есть каким образом герой будет достигать того чего хочет и получится ли это у него преодолеет ли герой препятствий достигнет ли он цели или его переиграет антагонист или разойдутся по равным хороший сценарист умеет придумывать неожиданные способы преодоления героем препятствий теперь по поводу конфликтов опять же долгое время сценаристы считали что конфликт это простая такая штука да вот люди сталкиваются и и все собственно но когда я начал изучать сценарное мастерство и разрабатывать разрабатывать свою систему обучения сценарному мастерству я увидел что вот этих вот этого понимания конфликта недостаточно что конфликт это гораздо более сложная история и конфликты бывают очень очень разнообразными если смотреть на разные аспекты этих конфликтов да например может могут быть разные источники конфликта да то есть из-за чего произошел конфликт разное содержание конфликта да то есть каким образом проходит конфликт каким образом он проживается по значимости конфликта да то есть насколько этот конфликт что называется ставка больше чем жизнь по типу разрешения конфликта да то есть один победил другой победил оба победили оба В форме выражения конфликта. Явный конфликт или скрытый конфликт. Типу структуры взаимоотношений. Как именно проходит взаимоотношение участников конфликта. По социальной формализации. По социально-психологическому эффекту. Насколько значим конфликт и какой эффект этот конфликт имеет. И по социальному результату. И конфликты, все конфликты бывают скрытые и явные. Интенсивные и стертые. Кратковременные и затяжные. Вертикальные и горизонтальные. Конструктивные и деструктивные. И так далее, и так далее, и так далее. И как только мы это понимаем, мы начинаем видеть просто какую-то невероятно сложную, причудливую систему и структуру этих конфликтов. И простая, казалось бы, история. Два персонажа сталкиваются, она вдруг начинает играть самыми-самыми яркими красками. И мы начинаем понимать, что это не просто способ исследования конфликта, а это инструмент. Мы же с вами не ученые. Мы с вами практики. Нам, наша задача, если мы что-то изучаем, наша задача, как мы это можем использовать в своей работе. А если вы понимаете, какие бывают конфликты, вы можете, сочиняя свой конфликт, сразу себе задавать вопросы. Так, какой мне сейчас нужен конфликт? Ага, вертикальный, да? Начальник с подчиненным. Или горизонтальный. Два начальника спорят. Да? Конструктивный конфликт. Конфликт, который ведет к достижению какого-то результата, устраивающего обоих. Да? Деструктивный. Когда вот прямо сейчас у нас весь мир находится в таком деструктивном конфликте, в котором все участники действуют во вред себе. Может такое быть? Да. Может быть такое. Такое безумное, безумное саморазрушение. Да? Я буду вредить себе, лишь бы противнику тоже навредить. И дальше мы начинаем смотреть. Хорошо. А какие есть варианты? Ну, давайте начнем с самого простого. Самый простой конфликт это какой? Явный конфликт. Да? Вот стоят два героя и ругаются или дерутся друг с другом. Да? То есть и один герой понимает, что он находится в конфликте, и второй герой понимает, что он находится с другим героем в конфликте. И здесь один небольшой нюанс. То, что выглядит как конфликт, не обязательно является конфликтом. Здесь, рассказывая об этом, я всегда приводил пример своих родителей. Когда я начинал вести этот курс, они еще были живы. Сейчас они умерли в царстве небесное, светлое место. И они много лет ругались друг с другом. Ругались по одному и тому же поводу. Каждое утро. Отец утром садился к печке и закуривал, значит, и сидел и курил. А мать ругала его за то, что вот он там курит на кухне. Но надо понимать, да, что то место, где они живут, там за бортом минус 35. Средняя температура. И зима 9 месяцев в году. То есть, ну, не пойдешь на улицу курить с утра. Вот. И потом в итоге это кончилось тем, что папа бросил курить, потом снова начал. А мама начала курить. Вот. Но все равно они каждое утро ругались. Находили повод какой-то. Вот. И, к сожалению, оба они умерли от болезней, связанных с курением. От болезней сосудов. И тот, и другая. Если бы они не курили, они были бы живы до сих пор. Вот. Но вот эта ругань ежеутренняя, я замечал в ней такую потрясающую штуку. В этом не было злобы, в этой ругань. То есть, это был такой привычный обмен какими-то колкостями. На которые отвечались другие привычные колкости. Да. То есть, это было такое социальное поглаживание. Да. Такое привычное взаимодействие. При этом старики мои, конечно, любили друг друга. Друг без друга не могли. И после того, как умер отец, мать умерла сразу же после этого. Через три или четыре недели. Не могла без него жить. Хотя, там, всю жизнь, всю жизнь его проклинала. Или, например, встречаются два мастера кунг-фу. Помните такие сцены, да? Мое кунг-фу лучше, чем твое. Нет, мое кунг-фу лучше, чем твое. Ну, давай подеремся. Ну, давай подеремся. Ммм, какое у тебя хорошее мастерство. Да, я признаю, твое кунг-фу лучше, чем мое. Пойдем вместе бороться со злом. Да, может быть, я упрощаю, конечно, да. Но может быть такая сцена. В этом случае, хотя люди дерутся, но конфликта между ними нет. Но при этом, например, у нас может быть... Почему? Потому что целей нет, да. То есть, столкновения по целям, по ценностям у них нет никакого. Да, то есть, формально конфликт есть, но столкновения есть, да. Но противоречия между ними нет. При этом, например, могут быть два диплома, которые идут, разговаривают очень мило, но при этом мы понимаем, что они там друг друга сожрать заживо готовы, и между ними идет напряженнейшее, напряженнейшее давление друг на друга. Что это такое? Это скрытый конфликт. Пример такого скрытого конфликта, если вы в кино, если вы смотрели «Криминальное чтиво», помните, там в начале идет диалог о массаже ног. И, казалось бы, конфликта между героями нет. Но при этом есть некое напряжение, там, когда герой Сэмюэла Джексон, да, он останавливается, так смотрит на героя Траволты и говорит, слушай, каждый раз, когда там кто-нибудь кому-нибудь делает массаж ног, это типа что-то значит. То есть это на самом деле разговор не о массаже ног, это разговор о том, опасно или нет везти подругу босса в ресторан. И потом выясняется, что да, таки опасно. И мы выходим здесь на уровень ценностей, и вот этот начальный диалог приводит к тому, что один из этих героев умирает, гибнет, а второй герой становится святым и отправляется, да, складывает оружие и отправляется там, не знаю, что делать, слово божье проповедовать или там бродяжничать по свету. То есть явный конфликт, открытый и скрытый конфликт. Дальше. Следующее важное, следующее важное разделение конфликтов. По объему социального взаимодействия. Конфликты разделяются на межгрупповые и внутригрупповые, межличностные и внутриличностные. Вот это одна из самых важных делений. Межгрупповые конфликты, это конфликты между социальными группами. Например, рабочие против руководства завода или люди против зомби. Помните Game of Thrones? Люди и мертвецы или русские и немцы в Штирлице в каком-нибудь. И здесь очень важно, что внутригрупповый конфликт это, как правило, запуск механизма саморегуляции в ответ на нарушение баланса внутри группы. То есть есть группа, в ней есть баланс, в ней есть признанный лидер. Происходит нарушение баланса, как в фильме Чапаев. Есть группа, есть лидер, есть командир Чапаев. И он очень четко показывает, что он командует. Но Акела промахнулся, молодой волк хочет занять его место и вся группа выбирает, кого поддержать в конфликте. Да, то есть приезжает Фурманов, комиссар назначенный в полк, и все, баланс в группе нарушен. Начинается борьба за власть, борьба за лидерство. И группа выбирает, кого поддержать в конфликте. И в итоге, в какой-то момент, баланс, этот баланс перестраивается и устанавливается новый баланс. Да, например, в случае с Маугли, появляется Маугли с огнем и ножом, и он говорит, что Акела будет управлять до конца. И вот здесь самая важная и неочевидная вещь, которую надо понимать, что чаще всего это можно сделать, можно сделать, перевести, как бы столкнуть героев в межгрупповом конфликте. Но как правило, для того, чтобы конфликт работал, его надо перевести из межгруппового во внутригрупповой. Например, фильм про войну. У нас есть русские, у нас есть немцы. И вот, допустим, где мы можем их столкнуть? Ну, на поле боя мы можем их столкнуть. Да, вот у нас тогда появляется какое-то столкновение. Но делать фильм из одних боев люди очень быстро устанут. Да, то есть нам нужны какие-то более сложные конфликты. Кроме как, один убьет или другой убьет. И тогда нам надо перевести межгрупповой конфликт внутригрупповой. И что у нас начинается? У нас появляется конфликт в группе немцев. Они между собой начинают из-за чего-то конфликтовать. И конфликт в группе наших. Они тоже начинают из-за чего-то конфликтовать между собой. У нас появляется предатель, появляется там условно говоря какой-нибудь служака, который почему-то там делает ошибочное какое-то, принимает решение. И начинается конфликт. Каким образом мы можем столкнуть людей из разных групп? Только одним. Мы можем перевести физически одного персонажа из одной группы в другую. То есть, что мы можем сделать? Ну, немцы могут взять нашего в плен, например, да, как в фильме «Судьба человека». И все. Тогда у нас начинается, да, он становится членом группы, которая состоит из немцев и пленного. Это группа. И там внутри начинается, внутри групповой конфликт. Если интересно, посмотрите, как он разрешается в фильме «Судьба человека». Либо мы можем заслать нашего разведчика. Да, то есть у нас Штирлиц становится членом группы немцев и внутри этой группы он там свои какие-то конфликты мутит. Поэтому основа драматургии – это всегда внутригрупповой конфликт. То есть, если вы посмотрите, скажем, на тот же «Game of Thrones», да, там все конфликты происходят внутри групп. Там есть несколько групп, но между собой они в прямое столкновение вступают только в том случае, когда встречаются физически. Это случается крайне редко. Типа там четыре раза за весь фильм. Вот. А все конфликты внутри групп. И самое главное, там есть большая группа, да, такое большое разделение – люди и мертвецы. И вот люди и мертвецы, между ними вообще нет никакого конфликта. Да, то есть они не спорят ни о чем, ничего не выясняют. Да, и один, типа, за все время, по-моему, три раза, что ли, между ними происходит прямое столкновение, да. Один раз появились, второй раз появились, да, убили кого-то. И третий раз уже идет прямое сражение. И вот эти, скажем так, напряжение между группами никогда не является основой истории, но всегда является источником саспенса. То есть в фильмах про войну немцы не источники конфликта, это источник саспенса. Так же, как мертвецы в Game of Thrones, это не главный конфликт, это источник саспенса. И именно поэтому вся эта линия мертвецов была закончена в, там, по-моему, второй или третьей серии сезона последнего. Вот. А остальные конфликты продолжались дальше до конца. Соответственно, мне важно, чтобы вы понимали, что межгрупповой конфликт в кино никогда не является главным основополагающим конфликтом. Главный конфликт всегда внутригрупповой. И для того, что, если вы хотите, вам по смыслу надо межгрупповой конфликт сделать главным, значит, вам нужно участника из одной группы перевести каким-то образом в другую группу, сделать его членом группы. Да, то есть, условно говоря, у вас есть две враждующих фракции, да, они должны объединиться в одну группу. Например, стол переговоров, группа переговорщики. И в этой группе начнет, да, начнет что-то, начнет что-то происходить, да, начнет происходить внутригрупповой конфликт. Чрезвычайно важная мысль, которую, которую никто не учит, и которую из, там, людей, которые занимаются драматургией, мало кто осознает. Насколько это понятно? По межгрупповому и внутригрупповому конфликту. Или, если что-то непонятно, то задайте, пожалуйста, вопрос. Так. Поиск относится к конфликтам, если есть цель, но не получается понять, что делать, и решение никак не находится, а внешних оппонентов нет. Так потому и не находится, что оппонентов нет. Найдите оппонентов, и тогда поймете, поймете, что делать и что хочется. Да, у Чапаева с Фурманом и конфликт. Конечно же. Естественно. Основной конфликт, фильм Чапаев, это фильм про конфликт между Фурманом и Чапаевым. Причем Фурманов там протагонист, а Чапаев антагонист. Являясь при этом этим самым. Так. Как Фродо с Сэмом попали в плен к Форамиру и убедили его, что кольцо нужно уничтожить. Да, есть. Все понятно. Идем дальше. Теперь следующая важная история. Что по поводу межличностного и внутриличностного конфликта. И очень частая ошибка, которую начинающие сценаристы и писатели часто делают. Когда я рассказываю про антагониста, про оппонента, про систему персонажей, обязательно кто-нибудь в группе находится, кто мне пишет. Александр, у меня главным противником героя является он сам. Блин. Блин. Или у меня главным противником героя является общество. Ну, окей, хорошо. Давайте вот посадите ваше общество напротив героя и напишите между ними диалог. Я посмотрю, что получится. Или напишите сцену, в которой герой сам с собой выясняет отношения. Хорошо у вас получится, да. В романе можно такое сделать. Конечно же, да. Внутренний конфликт можно показать. В кино это невозможно. Может ли в кино быть внутренний конфликт у героя? Да, конечно же. Да, обязательно. Естественно. Вот то, что я вам про цели говорил. Да, у героя обязательно должен быть внутренний конфликт. Да, он одновременно должен и девушку получить, да, и царство завоевать. Только так. Иначе не будет интересной драматургии, не будет конфликта между целями. Но внутренний конфликт, интересный персонаж, получается только тогда, когда у него есть внутренний конфликт. Когда он одновременно хочет и одного, и другого. И история всегда про то, как этот внутренний конфликт разрешается. но в кино для того чтобы показать внутренний конфликт нам всегда нужно перевести его во внешний то есть нам нужно дать герою противника и через диалог с этим противником показать что у героя есть внутренний конфликт в театре в прозе можно это сделать да герой может сказать быть или не быть до или это по сути быть или не быть это мысленный монолог до который мы просто видим в кино это сделано можно тоже то же самое можно сделать закадровым голосом конечно показать но это менее эффектно нам нужно дать герою персонажа который поддерживает одну сторону в его внутреннем конфликте и дать персонажа которые поддерживают его сторону и в другую сторону в его внутреннем конфликте и тогда мы можем через диалог героя с одним из другим персонажем его внутренний конфликт выпуклый ярко показать через действенный диалог и не то чтобы это какая-то редкая слух и редкий случай это прям основа хорошего интересного персонажа да то есть если мы посмотрим гамлет да быть или не быть иисус христос отче пронеси эту чашу мимо меня тварь ли одражащие ли право имею да то есть или у софокла да когда ему предлагают сбежать да то есть появляется появляется внутренний конфликт спасти свою жизнь либо пожертвовать своей жизнью и доказать свою правоту и это проявляется через внешний через внешний конфликт то есть сейчас важно чтобы вы понимали что межгрупповой конфликт в кино всегда переводится во внутригрупповой ами а внутри личностный конфликт всегда переносится в межличностный то есть мы большое количество групп до или некоторое количество групп всегда переводим в одну группу и там происходит конфликт а конфликт внутри одной головы мы всегда делим на личности да и через через нет некоторых личностей между несколькими личностями показываем вот это основное что нужно знать о конфликтах между персонажами в мастерской мы там немножко я вам мы немножко дальше пойдем немножко глубже сейчас просто я я боюсь перегрузить вас информации сейчас вам пока этого достаточно по поводу межличностных конфликтов потому что там еще есть подлинный конфликт случайный конфликт смещенный неверно приписанный латентный ложный там это и так далее и так далее все это все это чрезвычайно интересно но если мы поднимемся с уровня сюжета на уровень идей мы увидим что любой фильм состоит из череды конфликтов идей например в детективе эта идея преступление всегда будет наказана эта идея номер один тоже разные идеи исследователи по-разному это называют кто-то называет метапом называет идеи контр идея мне бы я называю это просто до идея 1 идея 2 до преступление всегда будет наказана идея 1 идея 2 преступление может оказаться безнаказанным до преступник доказывает что преступление может остаться без доказанным сыщик доказывает что преступление будет наказано в ромкоме это идея любовь важнее всего и есть вещи поважнее любви и в этом конфликте то одна идея берет вверх то другая идея берет вверх теперь вот то что я вам сейчас скажу это я однажды понял много лет назад и я думал что это и меня просто осенило в этот момент когда я это этот самый сформулировал я написал об этом статью она называлась единый знаменатель структуры сценария на сайте cinemotion она была написана опубликована я не помню не знаю есть она сейчас где-то в сети сохранилась или нет и я потом много лет искал то есть и я вдруг понял что такое акт и я искал в разных книжках в разных учебниках думал неужели никто кроме меня до этого не додумался как же так вот неужели блин простой парень из сям же это понял они один из тех умных людей которые занимались кинодраматургией не поняли что акт это на самом деле не элемент архитектоники да это не начало середина и конец это не кусок фильма сильным сюжетным поворотом что в акте всегда должны быть внутренние вот эти ребра жесткости до должна быть внутренняя структура и эта структура состоит и из движения управляющей идеи в одну и в другую сторону то есть у нас внутри акта должно должен произойти поворот от счастья к несчастью и от несчастья к счастью одна идея возьмет вверх да например будет обнаружен до сыщик обнаруживает какую-то улику да и мы понимаем о сейчас он найдет преступника раз и вдруг эта улика приводит там к мертвому свидетелю преступник убивает свидетеля важного все кончик появился и кончик обрублен акт и вот именно такой поворот в котором которому предшествует поворот от несчастья к счастью а потом от счастья к несчастью он нами воспринимается как законченный кусок фильма и вот это и есть акт и в результате если у вас есть такой такие вот движения управляющие идеи в одну и другую сторону то у вас начинает раскачка зрителя по эмоциям он туда сюда туда сюда да и таких актов фильме может быть не три их может быть четыре сейчас стандарт голливудского фильма это четыре акта стандарт сериала это четыре акта него вот но их может быть и 5 их может быть и шесть в каком-то индиане джонси я насчитал 9 актов и и их может быть 2 как фильмы бенини жизнь прекрасна там два акта каждый по часу вот и вполне может быть два вполне может быть три вполне может быть четыре если мы понимаем что акт это кусок фильма в котором есть движение управляющей идеи в одну и в другую сторону для меня это от было открытием уровня перехода от силабической системы стихосложения к силы сила ботанической помните да если вы филологи здесь много было филологов что такое силабическая система эта система в которой считают слоги до идет строка допустим там 11 слогов и бла 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 пушка в конце рифма следующая строка бла 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 лягушка это же 11 11 слогов а что внутри как ударение распредел располагаются внутри этой строки не имеет никакого значения то есть они могут как угодно располагаться но их должно быть 11 и я помню где-то у кого-то по-моему тынянова он описывал какого-то поэта условно державина там или ломоносова кого-то кто еще в эту сила ботаническую систему работал вот сидит поэт и считает слоги делает строку и в голове считает сколько у него 100 слогов в строке вот дальше когда появилась сила ботаническая система помните что у нас там ямб хорей и трех стопные а написан фибрахи и дактиль ну или более сложные размеры там дай дактиль на основе какого-нибудь из трех стопников да там внутри мой дядя самых честных правил когда не в шутку за не мог но и может быть там перихи пропуску пропуск ударного слога то есть у нас появляются вот эти внутренние ребра жесткости то есть помимо рифмы в конце у нас есть внутренняя организация ритмическая строки и вот в кино тоже самое то есть у нас не просто сюжетные повороты появляются в конце актов до фильме может быть любая каша а в конце повора появляется сюжетный поворот нет у нас в фильме тоже каждая сцена должна быть заточена на движение управляющей идеей либо в одну сторону да то есть мы либо ведем расследование да в случае детектива и находим какие-то улики да это в одну сторону мы побеждаем либо в другую мы проигрываем преступник наносит ответный удар ворует улику убивает свидетеля до подкидывает нам какое-то ложное доказательство да то есть происходит что-то что откидывает нас назад и если у нас будет мы будем чередовать вот это мы побеждаем нас побеждают мы побеждаем нас побеждают мы побеждаем нас побеждают у нас появится вот этот внутренний ритм фильма он не это не просто будет каша до каких-то событий и в конце там сюжетные повороты а будет ритм и раскачка по эмоциям то что я вам говорил да где плюс минус плюс минус плюс минус в структуре вот если вы это понимаете если вы учитесь это делать во-первых вам писать становится гораздо легче во вторых то что вы пишете будет на голову выше всего того что пишут все остальные потому что вот то что я вас вам сейчас говорю этому не учит ни в одной киношколе только я этому учу насколько это понятно или если что-то непонятно то задайте вопросы так потому тайлера дёрдена играет два актера прекрасный пример да то есть в этом фильме не внутренний конфликт в этом фильме внешний конфликт между двумя персонажами которые да то есть про которых мы даже не сразу узнаем что это разные разные персонажи что это внутри одного персонажа так так общество можно персонифицировать в конкретного бюрократа например дмитрий просто вот вы прям прямо в точку говорите да то есть если есть какая-то какое-то вот общество до светское общество душит татьяну да нам обязательно нужно дать какого-нибудь какую-нибудь даму которая это светское общество олицетворяет и перевести вот этот конфликт с обществом перевести в конкретную в конкретный конфликт с какой-то личностью это же касается над личностных конфликтов да то есть если у нас есть допустим конфликт героя с судьбой если у нас есть конфликт героя сроком с богом да мы не всегда можем в кино этого бога показать непосредственно но мы можем показать какого нибудь священника или мальчика девочку ребенка который от имени бога говорит или какой внутренний голос да то есть вот что-то дать какую-то персону которая от имени этого рока выступает и это работает гораздо лучше нежели если такого голоса нет так я думала что внутренний конфликт это когда герой одновременно хочет или не хочет когда хочет и не хочет это не работает да когда хочет одного или хочет другого так сколько актов в коротком метре по-разному бывает ну в смысле смотрите вообще обычно может быть два да может быть три я не знаю сколько актов может выдержать короткий метр не знаю выдержит ли он 9 да но я знаю что может быть три может быть два совершенно точно на я думаю что может быть 4 так какие родные слова силабическая сила ботаническая система стихосложения я же вам говорил до потебня это наше все так откровение принято есть то есть эмоция должна возвращаться к первоначальному знаку плюс или минус хороший вопрос у меня нет статистики по этому поводу я думаю чтобы мы можем начинать с плюс с минуса и приходить к плюсу и можем начинать с минуса приходили с плюса приходить к минусу то есть я думаю что мы можем а можем заканчивать сцены такой плюс-минус да то есть да мы победили но светлая грусть мы вспоминаем до павших бойцов как в фильме с 7 самураев да помните чем заканчивается герои победили крестьяне поют и четыре могилки погибших рыцарей и они говорят вот крестьяне выигрывают типа а мы а мы всегда проигрываем то есть вроде бы как победа да ну такой вроде бы как плюс но такой плюс с минусом так понятно нужно вовремя нажимать на правильные кнопки весь секрет понимаете вот это правильные кнопки они не дают стопроцентной гарантии результата но они очень сильно повышают вероятность вашего успеха и самое главное что когда вы знаете как на какие кнопки как надо нажимать во первых у вас появляется уверенность во вторых у вас развязываются руки для того чтобы что-то усложнить да то есть так вам надо всю историю придумать а так вы уже знаете что у меня должно быть вот это 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 и это и теперь я могу потратить свое время силы внимания на то чтобы там сделать героя более интересным диалог более интересно написать да то есть идти на какой-то следующий уровень тонкости то есть это облегчает нашу с вами задачу в одном акте только два движения идей а так б или обратно или может быть 34 движения проверял смотрел тоже у меня нет как бы такой большой какой-то статистики но я вижу что воспринимается так воспринимается как акт то есть движение туда-сюда воспринимается как акт и есть одно единственное исключение которое я до конца не понимаю как работает это последние там минут 15-17 фильма чапаев где начинается просто настоящая магия если вы не видели фильм чапаев обязательно посмотрите его потому что это это во первых это лучший сценарий всех времен и народов во вторых это хрестоматия приемов удержания интереса сталин не случайно не скажу что я фанат этого человека да но он не случайно кино он понимал он смотрел его 36 раз и в конце начинается череда движений вот этой управляющей идеи туда и сюда то есть там начинается атака наши отбивают атаки атаку казаки и белогвардейцы подгоняют там что-то там атакуют наши начинают вытаскивать пулемет на на крышу начинают стрелять я могу путать детали какие-то не так важно начинают стрелять из пулемета эти подтаскивают нет сначала они подтаскивают наши враги атакуют наши конт враги атакуют наши контратакуют по сути это должен быть акт до закрыто они берут верх мы берем вверх дальше они мы атакуем они подгоняют бронепоезд наши петька кидает гранату тоже казалось бы акт должен быть дальше они подгоняют пушку стреляют попадают чапаев ранен наши уходят с крыши тоже по идее должен быть акт наши начинают плыть идут к реке до наших стреляют петьку убивают чапаев плывет по нему стреляют чапаев плывет по нему стреляю чапаев плывет его убивают наши подходят и расстреливают взрыв до пулеметную вот это звено пушкой артиллерии их убивают на то есть что мы там видим мы видим то же самое чередование вот этой управляющей идеи до туда сюда с постоянно уменьшающейся амплитудой да то есть сначала это занимает допустим две минуты потом полторы минуты движения потом она там минуту занимает потом там 40 секунд 30 секунд и из-за этого мы входим в такой резонанс что если вы туда попадаете вы уже выйти из него не можете вот это единственный фильм в котором я это видел то есть по смыслу это как раз идет до уменьшение акта если мы посмотрим на весь чапаев до весь вот по этой системе разберем там получится что по 8 актов и причем четыре последних акта это последние последние там типа 15 минут вот это единственное скажем так ну уж единственный случай в истории кино который ну скажем можно считать скажем так вот эту неуязвимость этой системы моей нарушает вот но с другой стороны являются ли актами вот эти вот кусочки по две минуты по структуре являются да хотя ник они короче но вот это то что сначала там большой акт потом он меньше потом он меньше потом он меньше и потом он совсем маленький это создает такую воронку внимания из которой выйти совершенно невозможно а вот именно поэтому я считаю что чапаев это уникальное кино я его много раз пересматривал там с по когда вел мастерскую обязательно с каждой группой пересматривал так когда есть структура реально проще жить да так конфликт судьбой можно показать через ребят ну давайте мы сейчас не будем уже какие-то конкретные эти самые конкретные примеры придумывать до банкомат который съедает карту конечно же это будет работать хуже нежели конфликт с реальным с реальным персонажем так перестрелка фильме схватка я не помню честно говоря давно смотрел и как мне помнится там не не в этом совсем дело там там и больше на не не на переменах не на перипетиях а больше на экшене построен поэтому нет не так не так она построена так а может ли в кульминации резонанс допустим с чапаевым протестую он утонул же а шикарный вот это шикарное прям замечание потому что в случаях с чапаевым люди смотрели к вот во первых когда смотришь возникает ощущение такой в какой-то момент каждый раз когда смотришь возникает ощущение что что у него может получиться что он может выплыть и вот сколько бы ты раз его не смотрел и это все зрители которые смотрели которые смотрели этот фильм по многу раз они об этом говорили, что вот смотришь и каждый раз надеешься, что он выплывет. И я вам больше скажу, что это давление зрителя на этот фильм, давление фильма на зрителя и ответное давление зрителя на этот фильм было таким сильным, таким мощным. Да, то есть там победа как показано. Да, то есть там Чапаев гибнет персонально. Но что происходит дальше после гибели Чапаева? Если бы он тонул и все, дальше титры и мы рыдаем, да, это было бы очень депрессивное кино. Но после этого происходит возмездие. После этого успевают прискакать, появится наши и вот это, на скале вот эти пулеметчики, туда прилетает артиллерийский снаряд. Их взрывает. Да, и дальше вся эта армия наша разбивает, разбивает врага на голову. Вот. И из-за этого возникает ощущение, да, Чапаев утонул, но мы победили. Вот. Но, опять же, давление было настолько сильным, что был снят сиквел фильма Чапаев, в котором Чапаев выплывал. Я уверен, что сейчас я говорю для вас какие-то вещи, которые полностью меняют представление об истории кинематографа. был снят в годы войны. Я не помню точно, мне кажется, что это где-то начало 42-го года. То есть, ну, начало войны. Был снят небольшой фильм, он 7 или 8 минут, можете его найти на ютубе, он есть там. В котором Чапаев, то есть, там показывают вот этот кусочек, где его, в него стреляют, значит, потом он выбирается на берег, значит, выходит, ему накидывают бурку, подводят коня, и артист Бабочкин, такой чуть-чуть постаревший уже за эти годы, еще более полысевший, и он говорит короткую речь о том, что вот надо бить фашистов, там, и так далее, и так далее. Понятно, что художественной ценности этот кусочек, ну, имеет совершенно, ну, не великую художественную ценность, но это вот такая, такая пропагандистская штучка была снята. Но сам факт того, что для зрителей, прям зрителю хотелось, чтобы герой выплыл, то это, это, это вот действительно было, и это очень здорово, если удается создать такую, создать такое давление фильма на зрителя, что зритель ответное оказывает давление на, на авторов. Ну, вовсе не обязательно надо на это давление, конечно же, вестись. Так вот, дальше идем. Может ли в сцене не быть конфликта? Я считаю, что может, и может в двух случаях. Первое, это когда мы выдаем зрителю какую-нибудь важную информацию, когда мы создаем какую-то атмосферу, создаем настроение, или когда мы вводим героя в состояние, которое нужно для того, чтобы в следующей сцене герой вошел в конфликт. То есть, когда мы готовим почву для конфликта. И второй вариант, когда столкновение только что произошло, и мы не можем сразу же толкать героя в следующий конфликт. Зрителю нужно время для того, чтобы осмыслить, а что же сейчас такое произошло? И в зависимости от силы, от разрушительности столкновения, это может быть пауза до 20-30 секунд. и в этой паузе герой может оставаться в сцене, может выйти за ее пределы. Например, перестрелка или какой-нибудь скандал, а потом мы видим, что герой идет по берегу или там садится и смотрит на воду. Зачем? Зачем такие сцены? Чтобы герой подумал, ну, герой может и за кадром подумать. Это сцена для вас, для того, чтобы вы отдохнули, подумали и оценили, а что же сейчас такое произошло в предыдущей сцене? И вот расстановка таких пауз это не прерогатива режиссера, это вы об этом должны позаботиться. То есть вы должны придумать такую сцену и поставить ее после того, как у вас что-то сильное, серьезное произошло. Итак, важно не забывать о том, чтобы у вас были конфликты и когда вы входите в какую-то сцену и чувствуете, что у вас что-то не ладится, не идет диалог, спросите себя, чего хочет герой в этой сцене и кто ему мешает это получить. И у вас сразу же появится конфликт между персонажами. И все, дальше ваша задача решить этот конфликт. Потому что даже если очень-очень талантливый диалогист, но в сцене нет конфликта, ему нечего делать с этой сценой. я помню мне одно время я много занимался докторингом, это когда есть сценарий и в нем есть какая-то проблема и надо понять, что это за проблема и решить, исправить ее. И чаще всего продюсеры говорят так, слушай, ну мы как бы деньги на сценарий уже потратили, а ты можешь у нас там диалоги поправить за какую-нибудь небольшую денежку. Вот. И тебе дают сцену и ты видишь. И причем говорят там крутой сценарист, крутой диалогист это все писал и ты видишь, что у тебя сцена, в которой нет конфликта. И диалогист просто вот мучается, пытается создать из ничего, пытается создать этот конфликт, а у него ничего не получается, потому что ну основы для конфликта нет. И в итоге он пишет там 3-4 страницы диалога, а читать это неинтересно, потому что конфликта нет. Делайте конфликт, все, сразу же понятно. Один человек такие это аргументы говорит, другой такие или такие это действия делает, другой ответ на каким-то образом реагирует, либо уступает, либо там контратакует, либо соглашается, либо делает что-то в ответ, что меняет ситуацию. Один реплику, другой пистолет достает и в лоб стреляет. Дальше, вот смотрите, еще раз, стратегия решения сцены. Входим в сцену, есть герой, который хочет получить что-то от другого человека. Давайте так, давайте попробуем поэкспериментировать. Набросайте варианты. Есть один герой, который чего-то хочет. Есть второй герой, который мы знаем, что не хочет ему это дать. Вот что человек, первый герой, может сделать, встретившись вот с этим вторым человеком. какие варианты развития событий могут произойти. Я специально говорю чисто структурно. Пример. Например, давайте так, я первый вариант вам дам. Он может задать человеку какой-то вопрос. Что еще он может сделать? Набросайте варианты. Это было снято в войну как агитка. Я вам ровно это и сказал. Что это было снято в войну как агитка, но если бы не было основы, если бы не было желания зрителей увидеть выплывшего Чапаева, то и агитка бы это не работало. Так. Обучаемые вами бывает, что делают и говорят нечто новое и ценное для вас. Бывают ученики оригинальные? Ну, конечно же. Обязательно. Естественно. Естественно такое бывает. Я был бы ну, с моей точки с моей ну, вот с моей стороны если бы я считал, что я знаю все, да, то все, на этом я бы закончился. Я все время сам пересматриваю свои точки зрения на какие-то вопросы, скажем, по поводу акта. Когда я писал первую версию букваря сценариста, ее тоже можно найти в интернете, я считал, что акта должно быть три. То есть, вот эта история про управляющую идею, я ее понял чуть позже. И про то, что вот это является актом, я это понял позже. И в итоге я написал вторую версию букваря сценариста, а потом еще и третью. То есть, вот та версия, что сейчас продается, это третья версия букваря сценариста. Поэтому я очень многие свои взгляды пересматриваю. Потому что изучение кинодраматургии это очень-очень свежая наука. очень многие вещи мы понимаем только сейчас. И именно поэтому, а какие-то вещи, как, не знаю, привлечение психологических подходов и психологических инструментов, это в России вообще я первый начал делать. До меня никто этого не делал. Есть книга Тани Салахиевой, Талал, но она это начала делать через 10 лет после того, как букварь сценариста был написан. Вот. Поэтому все время, и естественно, я все время смотрю, все время читаю. И если я увижу в психологии, в коучинге, если я увижу какой-то инструмент, который мы можем использовать, да, например, у той же Тани Мужицкой, проходя тренинг зеркала, я увидел потрясающий инструмент моторные поля. и я попросил у нее разрешение, мы этот инструмент используем в нашей работе. Вот. И опять же, никто, кроме нас, таким, таким количеством инструментов не владеет. Все, все, практически все, ну, плохо, конечно, про коллег так говорить, но все киношколы, которые учат, они учат с другой стороны. То есть у нас традиция обучения, это такая зрительская традиция, то есть у нас учат не сценаристов, а учат зрителей. И те люди, которые преподают, чаще всего это люди, у которых не получилось стать сценаристами. То есть попробовал человек стать сценаристом, не получилось, сценарий не снимали, и тогда он решил, ну, тогда я буду учить людей писать сценарии. Да, что он знает о том, как писать сценарии, если он сам их не писал, и там не работал в индустрии. Вот. Ну и в итоге так и получают. Люди, которые никогда не писали сценарии сами, учат других людей вещам, которые не могут принести результат. Вот. И в итоге получаются сценаристы, которые не умеют и не могут писать сценарий. Так, первая сцена без конфликта, но это плохо. То есть это не смертельно, но лучше начинать сразу же, ну, будет такая разгоночная такая сцена. Да, я же сказал, бывают сцены без конфликта. Бегство героя от конфликта это конфликт. Если герой вступает в конфликт для того, чтобы избежать конфликта, да, конечно, это конфликт. Так, шантаж пообещать и не сделать, отнять, купить, украсть. Очевидные варианты получить силой, обмануть, предложить что-то нужное оппоненту взамен, предложить сделку, да, пригрозить пистолетом в кармане плаща. Так, а, шантаж, все, я понял, шантаж как инструмент. Герой может спровоцировать антагониста подколкой на больную тему антагониста, да, совершить какое-то действие, ударить, например, переубедить противника, то есть логически доказать ему, что он должен отдать, что он должен, ну или сделать, то, что он должен сделать, да, сделать действие, которое заставит оппонента действовать или говорить, да, вот вы все правильно, да, мы структурно с вами придумываем варианты, что можно сделать. Может сказать, что это ему не нужно, ввести в заблуждение, да, то есть такое психологическое айкидо, мне это не нужно, и сразу же возникает желание дать это. Применить физическую силу, убить, обмануть, предложить деньги, так, может сделать предложение для компромисса или начать запугивать, начать уговаривать, начать драку, молчать с ироническим видом, демонстративно игнорировать, сделать выгодное предложение, может внезапно ударить его, так, колобок, колобок, не ешь меня, колобок, я тебя съем, не ешь меня, я тебе песенку спою, притвориться, что с ним что-то случилось, убедить противника, что ему тоже будет выгодно принять сторону героя, так, обмануть, уговорить, убить, покалечить, влюбить, купить, подойти, обнять, начать склонять к своей точке зрения, кстати, вот это шикарно, вот то, что вы написали, это гениально на самом деле, вот это уже, это вот то, что прям мне нравится, да, необычное решение проблемы, у меня есть приятель, может быть вы его знаете, его зовут Вадим Демчок, он играл, это, играл доктора Купитмана в интернах, и он очень крутой тренер, он кандидат психологических наук, и он делает очень, у него своя школа, школа игры, и он делает потрясающие вещи в этой школе, я проходил все его тренинги, был на тренинге тайной практики на Кипре, и очень дружен с ним, с его командой, и дважды брал у него интервью, тоже, если интересно, можете у меня на канале посмотреть, так вот, он рассказывал потрясающую историю, что когда-то, что-то он ездит на джипе таком, на большом, и вот был какой-то конфликт, и он рассказывал варианты выхода из конфликта, один вариант сделал, я не помню кто, мне, я боюсь ошибиться, но мне кажется, что это был Охлобыстин, во всяком случае, похоже на Охлобыстина, но может быть это и выдумка, ну и как выдумка, она очень хорошая, и так, ситуация, на дороге конфликт, человек что делает, у человека лежат детские игрушки, и в числе этих детских игрушек, лежит муляж гранаты, вот, и значит, вот этот товарищ на дороге начинает на него кричать, вот, и он берет этот муляж гранаты, и через окно кидает ему в окно, в окно машины, вот, и тот выпрыгивает из машины, и кидается на утек, да, вот такое разрешение конфликта, да, рискованное, потому что, ну, например, в ответ, там, ну, человек может достать пистолет и застрелить, например, или автомат, вот, другое разрешение конфликта, да, то есть, это такая, супер эскалация, другой вариант, значит, говорит, вот, что-то кто-то задел, поцарапал, что-то вроде этого, да, и он выходит из машины, да, и тот выходит, и начинает там что-то на него орать, и Демчук подходит к нему, и вдруг обнимает его, и тот, говорит, все, просто обмяк, растаял, и все, и дальше уже там шел какой-то совсем другой разговор, понимаете, да, то есть, вы можете супер эскалировать конфликт, да, и выбить человека из представления ситуации, а можете наоборот снять его, так, загипнотизировать, ломает игрушку, создать интригу, позвать на помощь, или магические силы, а как вы вообще пришли к тому, что это надо делать, в смысле, спросить его это, так, это создает почву для проявления вечной внешней силы, и пунктика героя все и всех чинить, так, показать выгоду от решения, обесценить желание оппонента и его самого, отвлечь внимание противника, и стырить то, что ему нужно, так, да, вот хорошее, кстати, хорошее замечание, бывает хуже, когда учит действующий сценарист, который вообще не учитель, такое тоже бывает, когда человек понимает, что, понимает, как делать, но не знает, как учить, поэтому надо одновременно и уметь делать дело, да, и иметь в этом деле свои результаты, и, опять же, друзья мои, мои результаты, все, как бы, что называется, налицо, да, мне, я не, как бы, можно хвалить себя, да, а можно, вон, идите на кинопоиск, вот, кстати, вчера звонил режиссер, из, забыл, как город называется, хочет поставить убийцу, то есть, ну, тексты живут, и, должно быть умение учить, поэтому, например, у меня первое образование, педагогическое, второе образование, в гиг, так вот, смотрите, вот вы дали предложение, действие, теперь давайте, вот, посмотрите на то, что вы предложили, да, и дайте неожиданные, интересные, ответные действия со стороны антагониста, как антагонист, то есть, и придумайте его именно на свое действие, да, то есть, не на чье-то чужое из предложенных, а вот ваше действие, допустим, вот такое, обнять, да, и хорошо, а что антагонист сделает в ответ, и напишите действие антагониста, придумайте какое-нибудь интересное ответное действие антагониста на предложенное вами действие, так, я все вижу, все смотрю, да, эфир с Демчугом был отличный, я вам больше скажу, я делал с ним интервью, такое, в студии делал, тоже он есть на канале, можно посмотреть, и делал с ним онлайн эфир, по-моему, даже два, тоже можно их посмотреть, он очень классный, я его прям очень люблю, так, хочу к Демчугу на тренинг, ну, я считаю, что у него надо проходить все, то есть, вот у него там 4 основных тренинга, вот я считаю, что их все надо проходить, да, 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 это было Хлобыстин, везли детей на пикник, а Хлобыстин, братая гранату, в открытое окно заорал, гоним, гоним, сейчас рванет, ну, вот видите, опять же, это разница между мета-стратегиях, да, стратегия Хлобыстина и стратегия Демчуга, то есть, сделал то, что для него естественным, так, теперь, ребят, давайте ответные, да, что ответные может сделать персонаж, антагонист, так, антагонист обнимает героя и говорит, я прощаю тебя, согласится, антагонист может согласиться, но продолжать делать по-своему, он может сказать, у меня рак, очень хорошо, да, это такая контр-атакующая информация, да, герой приходит, говорит, я ухожу на фронт, да, а героиня говорит, я беременна, да, это такая контр-атакующая информация, упадет в обморок от сильнейшего стресса, заплачет, антагонист смеется в ответ на подколку про больной и предлагает выпить героя, так, лиса достает в дудочку и подыгрывает колобку, так, на мое действие человек будет паниковать, в зависимости от силы моего действия обидится, попадет в аварию, как иначе-то, заплачет, так, ответное действие, улетел, растворился в воздухе, страшно рассмеялся, сбежал, так, в ответ на внезапный удар поднимается с земли и достанет из кармана пистолет, так, не может ли случиться перебор, когда за такими прекрасными находками мысль основная смажется, смотрите, ваша основная мысль, это хорошее замечание, Александр, тоже прямо в точку, ваша основная мысль должна подтверждаться движением управляющей идеи, да, то есть, вот у вас есть мысль, есть то, что вы хотите сказать и она должна, вот это движение идеи туда-сюда, оно должно быть здесь, ваша мысль должна быть здесь, и если вы ее, допустим, у вас три акта, вы ее три раза покажете действие, которое подтверждает вашу идею, да, и три раза у вас появятся действие опровергающие вашу идею, вернее так, сначала действие опровергающее, потом действие подтверждающее, действие опровергающее, действие подтверждающее, действие опровергающее, действие подтверждающее, Все, вы свою правоту докажете абсолютно. Поэтому мысль не смажется, если вы ее будете держать в качестве управляющей идеи. Естественно, если вы ее потеряете, то да, тогда она забудется и смажется. Так, сделает вид, что принимает героя. Антагонист на предложение дружбы рассеется до слез и неожиданно согласится, рассмеется, согласится выпить мировую. Так, или лиса говорит, ну тебя нафиг, я не милован. Так, меня Убер там ждет. Оттолкнуть обнимающего, но на это надо обнять снова. Или как Джон Сноу, обнятие кинжальчиком. Ну, Джона Сноу. Антагонисту сказать, что он должен отдать ради счастья всех людей. Антагонист расчувствуется и с криком, да не доставайся ты никому, растоптать желаемый объект. Заплакать, начать искать антисептик. Игнорирует, продолжает заниматься своим делом. Закуривает после 15-летнего некурения. Парадоксальная реакция. Ну, естественно, парадоксальная. А какая? Так. Начать икать. У тебя это есть на самом деле. Вызовет экстренные службы, сдать полицию и психушку. Вот смотрите, видите, мы с вами сейчас очень простым, да, то есть не особо, не сильно напрягаясь, мы придумали с вами сцену. Да, то есть герой что-то делает, да, вот куча вариантов. И что-то получает какую-то ответную реакцию. Тоже куча вариантов. И, соответственно, вот таким образом вы и делаете и придумываете сцены. Теперь, вот, собственно, это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Тема достаточно большая, сложная, как вы видите, но надеюсь, что то, что вы сегодня получили, уже останется с вами навсегда и вы будете всегда это использовать в своей работе. Теперь, если есть какие-то вопросы, то я, естественно, готов на них ответить. Теперь домашнее задание. Как я вам и говорил, оно будет большое. И задание следующее. Пишем ваш сценарий. Да, именно так. Пишем его целиком. То есть у вас есть уже, есть поэпизодный план, да, то есть у вас есть состав событий, которые вы написали на прошлом занятии. У вас есть первая сцена, то есть вы уже знаете, как делать, вы уже умеете придумывать сцены. И теперь вам осталось сесть прямо сейчас и сегодня и завтра до 12 часов, за 24, вернее, за 23 часа написать ваш сценарий. Напрягитесь, сосредоточьтесь. Давайте мы с вами вместе создадим такое творческое поле совместной деятельности и напишите ваш сценарий. Когда вы его напишите, присылать его пока не надо. Просто пусть он у вас будет, я потом все скажу, что надо сделать. И когда вы его напишите, напишите в комментариях написал или написала, чтобы я знал, чтобы я мог посчитать, сколько участников у нас этот сценарий написали. По-разному бывает. От 30 до 50, 60 человек обычно заканчивают, финалят свой сценарий. Вот, собственно, то, что я хотел вам сказать. Если у вас есть какие-то вопросы, то я готов на них отвечать. Так, сейчас я сделаю обновление в уроке. Добавлю туда домашку. Готов отвечать на ваши вопросы. Так, то есть мысли с идеей могут быть разными? Нет. Ну, то, что вы хотите сказать, это и есть ваша идея. Главное. Так, время рассчитывать. Что касается времени, друзья мои, я вам говорил, что страни... Вот, исходите из того, что примерно одна страница равна примерно минуте. На что ориентироваться? От 20 до 40 страниц. То есть их, ну, их может быть и меньше, конечно же. Ну, может быть сценарий в 5 и в 7 страниц. Да, но верхняя граница, давайте там 40 страниц поставим. Нижняя какая угодно. Сколько получится. Так, ну, ничего себе. Возьму, сяду и напишу. Да, нормальная вполне стратегия. Сесть и написать. Вы будете читать сценарий? Ребят, еще раз смотрите. Важная такая штука. Скажите, зачем мне делать и зачем вам идти ко мне в мастерскую, в платную, если я прочитаю ваши сценарии, написанные на бесплатном курсе и дам вам по этим сценариям обратную связь? Смысл? Я, если я буду вам давать обратную связь по сценариям, написанным на бесплатном тренинге, я тем самым уничтожу свою мастерскую. Нет, конечно. Никакой обратной связи по сценариям не будет. Так, люди без лиц со спины в сюжете. Это персонажи? Если они действуют, да, конечно, это персонажи. Так, первую сцену можно изменить? Да, можно. Используем американку? Да, используем американку. Устроим общественную читку? Я собираю все сценарии, да, и файл, и публикую у себя на странице. Естественно, ребят, естественно, я все читаю. Между нами говоря. Конечно же, я читаю. Просто из любопытства. Вот. Но я не беру на себя никаких обязательств. Сразу же говорю. Что не... Ну, еще раз. Бесплатный тренинг. О чем вы говорите? Так, если помните... Ребят, вот смотрите. Какие акты были в Унесенных Ветром? Смотрите. Я не кинокритик. И я не учу кинокритиков. Мы не разбираем фильмы в нашей сценарной мастерской. Я не разбираю никаких утомленных, унесенных ветром. И терпеть не могу вопросы про то, а как вот в таком-то фильме. Да понятия не имею. Я не писал этот сценарий. Вы не писали этот сценарий. Вот мы будем с вами писать Унесенных Ветром. Да? Я скажу, где там и что. А что там в фильмах, которые уже сняты, мне вообще не интересно, честно говоря. Я один раз понял принцип. Да? И дальше... Ну, если я сяду, пересмотрю этот фильм, я вам покажу. Здесь вот это, здесь вот это, здесь вот это. Но держать это все в памяти, ну зачем? Никакого в этом смысла нет. Совершенно. И это, это лишняя информация, да. То есть, да, я считаю, что сценаристу, конечно, надо смотреть много кино. Надо там вести дневник зрителя там и так далее, и так далее, да. Но самое главное, что должен сценарист делать, он должен писать сценарий. Потому что очень часто у людей фокус задвигается, им кажется, что их главная работа это смотреть кино. Смотреть кино это не ваша работа. Ваша работа писать сценарий. Так. А, вот, Петр, я обещал вам ответить на этот вопрос по оформлению диалогов сценарий. Чередование интерьера и экстерьера. Здесь есть очень частая ошибка, которую все сценаристы делают всегда. Они путают водителя и машину. То есть, иногда прям так и пишут. Водитель разворачивается, водитель тормозит, водитель начинает движение, водитель едет туда, водитель едет сюда. Водитель никуда не едет, да. То есть, когда у вас герой сидит в автобусе, он не едет. Да, то есть, вы не можете написать, Вадим едет в автобусе. Вы можете написать, Вадим сидит в автобусе. Он в автобусе сидит или стоит, да. Едет автобус. И показываем мы это всегда как минимум двумя сценами, да. Первая сцена это натурная. Мы показываем едущую машину. И вторая сцена интерьерная. Герой находится в машине. И мы никогда, да, может быть такая склейка, да, когда мы из другой сцены сразу же прямиком ныряем в машину к кому-то. Это будет склейка некомфортная. Ларс фон Триер любит такие склейки. Но он, он-то вообще маньяк. Он и, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, не все поймут, да, но он монтирует сцены с пересечением линии взаимодействия. Просто примите на веру, это очень плохо. Это очень некомфортно. То есть, когда происходит такая склейка, у зрителя просто взрывается мозг, а он даже не понимает, что происходит. Причем он это делает, начиная с самых, самых ранних его сериалов. У него есть сериал Королевство. И там я, я помню, что я вдруг увидел, и когда я понял, что он все диалоги монтирует с пересечением линии взаимодействия, я такой, типа, ну нифига ж себе. Давайте я объясню, что это такое. Смотрите, вот когда снимают диалог, чаще всего снимают восьмеркой. Что такое восьмерка? Это когда вот два персонажа, вот один, вот второй. И две камеры. Вот одна, вот вторая. Да, то есть два персонажа и две камеры направлены вот так на одного через другого и на другого через первого. Вот. И монтаж идет. Нам то это показывают, то с этой, то с этой камеры. Но фишка в том, что камеры могут здесь находиться как угодно. То есть они могут рядом находиться, они могут там чуть-чуть это самое. Но важно, что они никогда не пересекают вот эту невидимую точку, которую мы проводим между этими двумя персонажами. Эта линия называется линия взаимодействия. Вот. И если пересечь эту линию взаимодействия и снимать, например, одного персонажа снимать отсюда, а второго персонажа снимать с другой стороны. В момент перехода, в момент склейки нам будет казаться, что это какие-то другие персонажи. То есть для нас это неестественно. Вот с машиной то же самое. Мы всегда сначала показываем, заявляем натуру. То есть мы показываем, машина едет по дороге. Потом мы перемещаемся внутрь. И там, допустим, персонажи сидят и разговаривают. Дальше. Нам, допустим, надо показать, что машина разворачивается. Мы не можем написать, водитель разворачивается или водитель паркуется. Мы показываем, водитель крутит руль. Потом перемещаемся в натурную сцену. И показываем, машина разворачивается налево. Например, если погоня идет какая-то. Потом снова мы показываем, что водитель делает то-то, то-то. Если это какой-нибудь форсаж, то там вплоть до того, что показывается, что педаль вдавливается в пол. Да, педаль газа или педаль тормоза. И потом машина, опять же, мы перемещаемся в натурную сцену. И показываем, как машина реагирует на его движение. Поэтому да, здесь всегда чередование натурных и интерьерных сцен. Это совершенно точно. И очень часто сценаристы про это забывают. Так, всегда ли в начале должен главный герой вызвать желание быть похожим на себя? Ну, если вы хотите, чтобы зритель к вашему герою подключался, то да, всегда. Но не обязательно с самого начала. Так, правильно ли сказать, что в Дюне Вильнёва... Ребят, ещё раз, давайте мы не будем заниматься разбором всяких там Дюн и прочего. Если интересно моё мнение по Дюне, я на Фейсбуке его излагал. Давайте критиками не будем заниматься. Какие особенности придумывания сверх коротких историй на 1-2 минутный фильм? Я не занимался никогда сверх короткими историями. Я сейчас изучаю этот вопрос. Я сейчас записываю... Я изучаю сейчас жанр короткой шутки. То есть это даже не жанр анекдота. То есть сейчас анекдот из короткой истории превратился в короткую шутку. Вот я прямо сейчас занимаюсь изучением этого жанра. Я записываю короткие. Собираю со всего интернета, собираю короткие шутки. Такие в одно-два предложения. Записываю их и публикую у себя на Ютубе, в ТикТоке и так далее. Я этим месяц назад занялся и пока набираю материал. То есть пока у меня нет какой-то чёткой поэтики. Это очень интересно для меня во всяком случае. Не знаю уж как для зрителей. Но я вижу, что это становится каким-то отдельным жанром. Короткая шутка в 7-10 секунд. И возможно это превратится в нечто большее. То есть такой короткий 10-15 секундный фильм. И тоже такого довольно много в ТикТоке, на Ютубе и так далее. До минуты. А иногда и просто сверх короткий. 20 секунд. Интересно, что будет. Пока до конца я не могу сказать, что я его полностью изучил. То есть это по сути такое киношное хокку. Когда начну понимать больше, буду готов что-то сказать по этим поводам. Так, в Ките нет нормальной проверки орфографии. Ну, друзья, я исхожу из того, что вы, пишущие люди, ну, некоторыми базовыми навыками знания русского языка обладаете. Ну, это минимум некий. Так, хочу назвать сценарий по названию канала ютуберки, про которую пишу. Могу ли я это сделать или это нарушение её авторских прав? Может прилететь. Это может, да, если, например, у неё зарегистрированы авторские права, например, словосочетание сценарная мастерская Александра Молчанова является зарегистрированной торговой маркой. То есть у меня есть документ, подтверждающий мои права на это название. Да, и, соответственно, мой канал так называется, да, и если, например, вы решите это использовать, то я могу подать на вас в суд. И я выиграю просто автоматически. Да, то есть даже судебного заседания не будет. Ну, есть авторское право, да, нарушение авторского права, да, там максимальная сумма этой самой до 5 миллионов рублей. Я это делал не для того, чтобы там запретить что-то делать, да, это для того, чтобы запретить нелегальное распространение курсов. Да, там тоже, опять же, если есть зарегистрированная торговая марка, там решение суда автоматически принимается. Так, когда герой бежит по улице, это в каком случае одна сцена, если съемка непрерывная? Каждый раз, когда с одной улицы на другую перебегает, это будет отдельная сцена. Сертификат будет написавшим. В сценарной мастерской, да, мы даем сертификат. Здесь, естественно, ребят, никаких сертификатов. С этим сценарием можно продолжать работу на вашем базовом курсе. Друзья, вы даже не представляете, насколько все на базовом курсе, все будет по-другому. Мы там, мы начинаем вообще с самого нуля, с самой базы. Это даже не со сценариев мы будем начинать. То есть, я там ставлю зрение киношное. Поэтому, нет, мы будем писать новый сценарий. Два сценария мы напишем. Мы напишем экранизацию рассказа и напишем оригинальный сценарий. Короткометражный. То есть, тоже, еще, тоже надо понимать, да, что результат базового сценарного курса, да, то есть, вы не можете прийти ко мне на базовый сценарный курс писать полный метр. Нет, для этого есть отдельный курс. Или сериал. Тоже есть сериальный курс отдельный. На базовом мы ставим базу. Но после базового вы уже, опять же, то, что вы узнаете, вы развидеть это уже не сможете. Когда следующий урок? Завтра в 12. Вопрос не по занятию. Вы учились во ВГИКе. Как вы считаете, ВГИК хорошо учит? Сложный вопрос. Да, я закончил ВГИК, но мне повезло с мастером. Когда я учился, там два мастера были. Адельша Агишев и мой мастер Бородянский. И Бородянский, Александр Мануилович, это очень хороший мастер. Я считаю, что мне с ним повезло. Агишев тоже хороший мастер, но мне бы он меньше подошел. Поэтому, кто сейчас там сценарное мастерство преподает, я, честно говоря, не знаю. Там все зависит от того, к какому мастеру попадешь. Так, хочу сделать 15-20 минут как рекламный ролик под конкретного человека с прототипом. Выдуманная история. Это нормальная идея ко мне пришла или я загоняюсь? Я не очень понимаю, а в чем вопрос. Ну, хотите, сделайте. Как бы, что вам мешает? В какой части сценария указываются такие общие вещи, как эпоха, атмосфера или уникальные фантастические персонажи? Ни в какой. То есть, вы эпоху можете показать через какое-то действие. То есть, если у вас рыцари ходят, значит, это такая-то эпоха. Атмосферу, как вы создаете атмосферу? Ну, действие, интерьер, обстановка, да, и что происходит в кадре. Вот за счет этого вы создаете действие. Да, персонажи у вас должны в кадре появляться и, опять же, мы должны видеть. Есть исключения. Можно, конечно, да, если вам надо обозначить какую-то конкретную эпоху, вы можете сделать титр. Просто написать 1615 год, Англия, да, или Уэльс. Вот. Да, можете вполне это сделать титром. Но лучше, все-таки лучше через действие показывать. Если первая сцена без слов, то как это оформить? Значит, все в вашей сцене является описанием действия. Тоже хочу этот сценарий докрутить до полного метра на базовом сценарии. Ребят, еще раз. Мы не будем писать полный метр на базовом сценарии. Описание курса прочтите. Результат курса два короткометражных сценария. Поэтому никаких полных метров мы там не будем писать. Мы будем работать с нуля. И то, что вы там напишите, опять же, будет очень сильно отличаться от того, поверьте, просто поверьте мне. Будет очень сильно отличаться от того, что вы писали до этого. Так, акт как-то надо обозначать. Можно обозначать, можно не обозначать. Тоже в разных, там в полном метре чаще всего не обозначают. В сериалах чаще всего обозначают. В американских сценариях сериалов обычно обозначают. У нас чаще всего не обозначают. Что сделать, чтобы перестали снимать диалог, когда один говорит с затылком другого, зато зритель видит лица. Это сценариста зависит. Я не очень понимаю вопрос. То есть вы хотите, чтобы что мы сделали? Чтобы запретили снимать сцены, снимать восьмеркой сцены? Ну, для этого вы, наверное, должны стать президентом и издать указ. Всем кинематографистам запрещаю снимать восьмеркой. Ну, если это снимается, да, то каким-то образом это делается. Так, короткие эпизоды из жизни героя. По одной-две секунды. Разные места и персонажи. Разные сцены или одна. Это могут быть разные сцены, но и это может быть нарезка. То есть, если это ритмичные повторяющиеся сцены, они могут быть записаны как нарезка или бобслей. И через дефис просто, да, под энергичную музыку, да, допустим, мы показываем, что герой тренируется, да. Вот герой бегает. Вот герой прыгает. Вот герой подтягивается. Вот герой там двигает машину зубами. И вот герой лежит вечером уставший, да. Вот это такой нарезкой через дефис. Они не оформляются как отдельные сцены, но, естественно, снимаются как отдельные сцены. Очень любят начинающие сценаристы эту нарезку. И очень не любят режиссеры. Потому что внимание зрителя на самом деле в этот момент рассеивается. Эта сцена воспринимается как балласт, а снимать ее достаточно сложно. Но есть интересные способы нарезки. Можно использовать этот как прием. Если вы смотрели фильм Тыквера «Беги, Лола, беги», там классно очень сделана нарезка. Там, когда героиня сталкивается с кем-то, там такими короткими вспышками показывают, что с этим героем происходит дальше. Это тоже нарезка. Вот. И это прям мне понравилось, как это сделано. Я не видел больше нигде такого. Так, ничего, смиритесь. А, вы имеете в виду, что... Олег, я прошу прощения. Я неправильно вас понял. Я понял теперь, что вы имеете в виду, что в вашем сценарии, если ваш сценарий будет снимать, чтобы запретить это делать. Нет, вы не можете ничего сделать. То есть, ну, здесь как договоритесь с режиссером? То есть, конечно, если вы, там, режиссер, на режиссера имеете какое-то влияние, да, чисто человеческое, он может вас послушаться. Вот. Например, фильм «Теснота», фильм Кантемера Балагова. Я делал интервью со сценаристом этого фильма. Я сейчас, к сожалению, запамятовал фамилию. Хороший очень парень такой, очень талантливый. Тоже, вот не помню, хоть убейте. У меня плохая очень фамилия на фамилии память. И он рассказывал, что когда снимали сцену в машине, и я помню эту сцену, режиссер снял эту сцену, и он забыл снять обратную точку. То есть, он показывает, как героиня что-то говорит матери, и не снял обратную точку кадр, где героиня сидит в машине. Вот. И говорит, я, типа, это увидел, ему сказал, а чё ж ты вот эту-то сцену не снял? Он такой, а, блин, точно. И снял эту сцену. Просто случайно сценарист оказался на площадке. Вот. И он снял эту сцену, и если бы он её не снял, то там была бы дыра монтажная. Поэтому, ну да, могут быть такие вещи, конечно. Но такого, что вот отдайте мне волшебную палочку для того, чтобы всегда все режиссёры меня слушались. Да, этого, ну, этого не бывает. Никто вам такую волшебную палочку не даст. Вы выстраиваете отношения с режиссёром. И так или иначе, в кино, в полнометражном, сценарист всегда подчинённое лицо по отношению к режиссёру. По-другому на телевидении. В американской киноиндустрии вообще сценарист главный человек. И там сценарист нанимает режиссёра. И мы понятия не имеем, кто там снимал, там, ну не знаю, какой-нибудь Breaking Bad, например. Да, мы не знаем, кто его снимал. Но кто его писал, мы знаем. Да, Mad Men тоже. Мы не знаем, какие-то режиссёры снимали, хер его знает. Да, а Мэтью Вайнера все знают. Точно так же Аарон Соркин. Да, все знают Аарона Соркин. Никто не знает режиссёров, которые снимали его сценарии, его сериалы. Вот. Поэтому у нас это тоже меняется. И постепенно у нас статус сценариста на телевидении, на нашем, да, у нас сценаристы чаще становятся шоураннером. Так, когда в сценарии флэшбэки, как их обозначать? Нужно ли писать слово флэшбэк? Да, так обозначаются флэшбэк большими буквами. Так, если сцена, где две персонажа, два персонажа разговаривают, но не слышно, конечно бы, корректно будет написать в режиме пантомимы. Да, можно так написать, либо просто написать. Герои разговаривают, их слов мы не слышим. Так, Закита спасибо. Считаю это своим прорывом в сценарном искусстве. Есть программа, я работаю как настоящий. Играюсь с ней и изучаю. Да. А где проверять АП? Вдруг какое-то словосочетание зарегистрировано? Честно говоря, я не знаю. Надо... Я подавал заявление, там это типа заняло полгода оформления этих авторских прав. Они сами проверяли, нет ли у кого-то прав на это. Это, да, то есть они там, допустим, вот в этом документе, там было отдельно обозначено, что я не владею правами на словосочетании сценарная мастерская. То есть это оговорено отдельно, что слова сценарная мастерская могут быть использованы. А словосочетание сценарная мастерская Александра Молчанова, да, вот это зарегистрировано. Так. Назовем креативное бюро Александра Гаврунова. Это ради бога. Так, в воскресенье тоже будет рок? Да, у нас сегодня пятница, да, у нас в субботу и в воскресенье два занятия. Странные события на грани фантастики в повседневном. Какой этот жанр? Кино абсурда? Понятия не имею. То есть, ну, это может быть и фантастика, и абсурд не равен фантастике. Да, то есть абсурд это как... Это нарушение логики. Да, в фантастическом фильме не обязательно нарушение логики. Да, то есть, там какой-нибудь там Лем, этот самый Солярис, да, он предельно логичен. Да, то есть, там есть какое-то допущение, да, допустим, мы переносимся в будущее. Да, и дальше все идет полное соблюдение логики. Поэтому это не связанные понятия фантастика и абсурд. Сейчас на заочном в ГИКа набирает курс ИНИН. Я так скажу аккуратно. У меня есть, короче, у меня есть строжайшее правило. Никогда не отзываться плохо о коллегах. Да, я стараюсь его соблюдать. Я преподавал у студентов ИНИНа. Ничего не буду говорить. Так, поняла. Спасибо за ответ по базовому. Так. Базовый хороший курс. Я его, ну, я его много лет собирал. И я его очень люблю. И он всегда такая, всегда атмосфера на нем такая боевая. И я на самом деле понимаю, когда сценарист, особенно если он учился еще где-то, и люди мне говорят, да я уже знаю, я уже 10 тысяч курсов проходил, давайте я сразу на сериальный приду. Ну, давайте приходите. Но мой опыт показывает, что люди, которые прошли базовый, они потом придя, они чаще всего остаются и на сериальный, и на полнометражный, и потом на роман еще приходят уже. Наша мастерская, это сильный наркотик. Он затягивает, и выйти из нее уже тяжело. Вот. И они говорят, что вот после базового все начали вообще понимать и чувствовать начали по-другому. То есть базовый это язык. Он меняет язык. Я понимаю, что там здесь за неделю я вам мышление ваше не поменяю. Хотя я базовые, опять же, какие-то вещи вам здесь даю. Вот. Я, у меня нет цели, чтобы вы все пришли. Да, то есть вас здесь просто, ну, на базовом 45 мест. Там, типа, четверть уже продана этих мест. Да, там, через неделю мы набор закроем. Вот. А вас здесь, там, несколько тысяч человек слушают уроки. Понятно, что не все домашки делают, да, но тем не менее. Так, иногда в фильме быстро становится ничего непонятно. Как сценаристу находить границу между желанием максимально все объяснить, зрителю и опасностью оставить многое непонятым. Вы вообще не об этом думаете. Ваша задача сделать так, чтобы зритель испытывал эмоции. А для этого вам надо раскачивать его по эмоциям. А для этого вам надо делать движение управляющей идеей. Если вы это сделаете, дальше все остальное сработает. Вот. Что вы ему объясняете, да, не всегда нужно, чтобы человек вообще все понимал. Да, то есть, когда ученые свои ученые вещи какие-то объясняют, не надо, чтобы все термины были понятны зрителям. Важно, чтобы они понимали. А, сейчас тут все взорвется. Да. Все. То есть, есть вещи, которые вообще не надо объяснять в кино. И, например, я очень люблю, есть шикарная совершенно, шикарная сцена. Есть неплохой сериал, как я встретил вашу маму. Он, к сожалению, там ближе к концу деградировал. Но там первые два сезона были вообще отличные. И вот там, значит, где-то там в самом начале герой говорит. И вот, значит, я просыпаюсь в костюме, в ванной. В руке у меня веревка, и к ней привязан козел. А в другой руке у меня ананас. Такой. Ой, нет, это было не в этом году. Это было в следующем году. Я вам потом расскажу про это. И действительно, проходит год. И в следующем сезоне он... То есть, такой крючок. В следующем сезоне он рассказывает историю. И там невероятно смешные какие-то приключения. И в конце концов, он просыпается в ванной. Он в костюме. И абсолютное логичное объяснение того, как все это произошло. Откуда взялся козел. Почему костюм. Почему в ванной. Почему спит. И, значит, и после всего этого он говорит. А откуда у меня там взялся ананас, я так никогда и не узнал. Гениально. Да, то есть, ну вот. Так и нет. Так мы и не знаем, откуда там взялся этот самый. Так, но ведь слова разговора чуть-чуть слышны. И все равно сценаристу прописывать. Нет, если мы не слышим слова их разговора, сценаристу не надо ничего прописывать. Какая загруженность на курсе? Сначала маленькая, чем дальше, сложнее и сложнее. Совмещать с учебой на очном можно. У нас есть люди, которые совмещают. Опять же, мы начинаем с, как всегда, мы начинаем с простого. Да, там уроки, здесь мы с вами работаем раз в день. Там мы работаем раз в неделю. Уроки проходят по четвергам. В четверг в 20 часов по московскому времени проходит урок. Запись есть. Специально занятия стоят на вечер четверга. Потому что некоторые участники могут делать домашку только во время недели. А некоторые могут только в выходные. Поэтому, чтобы было это время. И в течение недели вы делаете домашку. Сдаете ее. Я по каждой домашке даю обратную связь. Вот это тот случай, когда я индивидуально даю письменно домашку по каждому тексту. Прочитываю и по каждому тексту даю замечание. И дальше, соответственно, да, мы... Именно поэтому я 45 человек набираю. Потому что я больше просто не успеваю прочитать сценариев. Уже опаздываю, не могу оторваться. Гоните нас. Как я обещал, до последнего вопроса работаю. Как в стремлении сделать... Так, в 15-20 минут допустимо 2-3 сюжетных линии или лучше упростить? Мне кажется, лучше упростить. Лучше не пытаться упихать 3 сюжетных линии. Как в стремлении сделать действия и реакции как можно интереснее и неожиданнее? Не утратить достоверности. Ребят, вы не туда смотрите. Нет задачи создать достоверность. Какая достоверность в Звездных войнах? Ваша задача создать эмоции. Если вы создадите эмоции, зритель простит вам какие-то неточности в изображении реальности. А, вот пишет с ананасом, потом отдельно 5 минут выпустили. Ну, это уже... Это, видимо, тоже было так же, как с Чапаевым. Было давление зрителей. И что, типа, сделайте, сделайте все-таки нам... Объясните нам ананас. Его бар не украл в крыльце капитана. Вот. Это у меня была похожая история. Расимон, Вологодский Расимон. Значит, у меня коллега работал в газете. Вот. И он рассказывает мне, значит... Говорит, слушай, вот вчера ходил в гости. Захотелось мне арбуза. Вот. И решил я... Я купил, выбрал арбуз. Хороший арбуз выбрал. Вот. И прихожу в гости к девушке. Она тоже, кстати, кинематографист, журналист и кинематографист. Снежана Малашина, Вологодская. Значит, я... И решил, короче, иду с этим арбузом и что-то думаю, а что я буду один этот арбуз есть? И пьяный, естественно. Говорит, пойду-ка я к Снежане в гости. Вот. Она там рядом живет, значит. Прихожу к ней и, говорит, мы сели в коридоре, разрезали этот арбуз. И представь, он оказался зеленый совершенно. И такое разочарование. Вот. Значит, дальше. Рассказывает Снежана. Говорит, слушай, пришел, приходит ко мне бухой лезик. Вот. С арбузом. Приходит, короче... А, нет. И он рассказывает. Говорит, вот, типа, этот самый арбуз. И мы сидим, едим. Классный арбуз оказался. Вообще все. Отлично вечер провели. Дальше. Снежана рассказывает. Значит, приходит пьяный лезик. Говорит, вот, слушай, купил арбуз, давай есть. И разрезает. Арбуз оказывается зеленый. Невкусный совершенно. Вот. И лезик, говорит, так расстроился. Говорит, сволочь. Вот, продавец. Он так меня обманул с этим арбузом. Так меня убеждал, что это хороший арбуз. А он оказался совершенно зеленый. Да? То есть, вот, 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 он, его рассказ, говорит, я купил арбуз, пришел. Мы его съели и классно провели время со Снежаной. Там что-то там вечер прошли и так далее. Вот. Она рассказывает. Он пришел. Арбуз оказался зеленый. Он там долго ругался на продавца и так далее, и так далее. После этого приходит Юра Романов. Другой наш коллега. И мне рассказывает. Слушай, говорит, я видел, говорит, поразительную историю. Говорит, вчера Лезик украл арбуз у продавца. И, то есть, я, говорит, вижу, Лезик вылезает из автобуса. Там арбузы. И он, говорит, хватает арбуз и убегает. А продавец бежит за ним и матом что-то орет. Да? То есть, вот, три точки зрения. По сути, это такой, это правда. Это было на самом деле. Да? Так вот, три точки зрения на одну и ту же историю. Вот. Что в чемоданчике Марселоса Уоллоса Тарантино так и не сказали? Да. Там его грязное белье. Так, а на каком курсе вы учите писать детективы? Ни на каком. Нет у меня курса по написанию детективов. Я делал в свое время. Был лет семь назад. Один поток курса у нас был. Все, у меня руки не дойдут его повторить. Но романы у нас есть курс по написанию романа. Вот он сейчас идет. Он будет только в следующем году. Ладно, друзья. Если вы, еще раз, если вы надумали в мастерскую идти, не сомневайтесь, идите на базовый. Там дальше поймете, что дальше делать. Так. Предел сокращения сцен до секунд, если в короткий метр по времени не помещается. Или просто их вырезать и заменять голосом за кадром. Я не знаю. Надо смотреть в конкретном случае. То есть мы не... Нет такого. Сокращать не больше семи секунд. Я не знаю. Ну, это зависит от действия. То есть если там показано действие, показано... Нам становится понятно, куда вы клоните. Становится понятно, о чем. Все, это работает. Если нет, то тогда, значит, можно сокращать. Хорошо, друзья мои. Большое вам спасибо за ваше внимание. И идите пишите сценарий. Жду, сколько из вас напишет. Мне интересно. Увидимся завтра в 12 часов на следующем уроке курса сценарий за неделю. Спасибо и пока-пока.